Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Как вы помните, в женский приход появилась новенькая Александра, которая заявила, что родила от Барзикова. Ребята провели мини-расследование, и это громкое заявление оказалось мыльным пузырем. На самом деле девушка сама не знает и не помнит, кто отец ее дочери. Все парни единогласно отправили ее домой. Захар Соленко поспорил с Сашей Гозиас, что никогда больше не будет с Майей Донцовой. Он проиграл спор. Гозиас пишет, они вместе, Захар лысый, любовь победила. Стало известно прошлое Сергея Кучерова, парня Саши Харитоновой. Он жестоко избил человека и был осужден на исправительные работы сроком на год. Также он должен был оплатить материальный ущерб, но до сих пор его не выплатил, потому что является безработным. Лиза Полыгалова и Ваня Барзиков решили дать своим отношениям еще один шанс. Если есть чувства, пишет Лиза, то все можно вернуть и сделать работу над ошибками. Также Полыгалова обратилась к рекламодателям. Лечу в Москву, девочке нужны реснички и теплые вещи. Ольга Бузова продолжает публиковать фотографии со своего дня рождения. Ей подарились шикарные букеты роз, и уже второй день она отмечает праздник в ресторанах Мадрида. Подписчики отмечают, что в результате последних преобразований Бузова стала хуже выглядеть. Валерий Блеминкранц радуется жизни. «Мне безумно нравится жизнь, особенно жить с ощущением, что скоро мне моя любимая родит малыша. Продолжение рода – это важнейшая составляющая в жизни любого здравомыслящего человека». Ольга и Глеб Жемчуговы стали участниками передачи «Прямой эфир». Из Киева приехала Римма Пинджиева, чтобы заступиться за Глеба, а Олю поддерживала ее лучшая подруга Кристина Дерябина. Эфир мы сможем посмотреть через неделю на канале «Россия-1». Ольга Васильевна Гобозова прокомментировала ситуацию ухода Алианы Устиненко из семьи. Вот что она написала. «Алиана стала взрослая, очень умные цитаты пишет. А как же хотелось, чтобы наряду с умными цитатами она занялась своей семьей. Как все жены убирала бы в квартире, готовила, стирала, гладила. Но, увы, это делала я, а потом все Саша. Никто ее не выгонял. Она готовила почву для ухода постепенно. Сначала избавилась от меня, а потом и от Саши». Элина Камерен рассказала журналистам о своей работе в Дубае. «Я очень тяжело переживаю разлуку с дочкой. Но я не могла отказаться, ведь принять участие в таком престижном проекте – это честь для меня». Гонорар предложили немаленький – миллион рублей. Плюс, можно выбрать себе несколько шикарных шуб. Неплохой бонус. Контракт заключается на год, так что в следующий раз возьму дочку с собой на съемки. Антон Гусев тоже дал интервью журналистам о том, как ему отдыхаются в Арабских Эмиратах. У него бурный роман с Викой Романец. Дело идет к свадьбе. «Мы с Викой не обнимаемся при сыне. Я не хочу, чтобы это видел Даниэль. Я буду выплачивать алименты, но сейчас я перестала плачивать няню. Когда сын со мной, я все успеваю. Я стираю его одежду, он всегда накормлен, мы с ним много гуляем, плаваем. Вика удивляется моему отношению, но я говорю ей, что если у нас родится ребенок, она поймет, как приятно за ним ухаживать». Ирина Пинчук не стала опровергать слухи о своей беременности. Когда подписчики прокомментировали ее последний снимок, что она на нем как будто беременная, Пинчук написала «Всякое может быть». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.